Около трех с половиной часов усиленных переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, затем министерская встреча ОБСЕ. В Бритиславе уже несколько дней обсуждается решение армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Обсудить эту тему к нам в студии присоединилась политический обозреватель Анастасия Лаврина. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Анастасия, насколько продуктивными можно считать переговоры, которые идут в Словакии, и какие заявления, в частности, привлекли ваше внимание? Продуктивно, на мой взгляд, в целом то, что такие встречи происходят, что при таком большом количестве участников все-таки наши стороны, стороны также с Арменией, они смогли встретиться и обсудить. Это продуктивно, на мой взгляд, но не продуктивно то, что никаких конкретных заявлений, опять-таки, сделано не было. При том, при всем, что азербайджанская сторона, она представила еще раз свою четкую позицию, что армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года. И что в первую очередь, что должно было быть сделано, это вывод всех оккупационных сил Армении с территории Азербайджана. Эта часть, можно сказать, однозначно и уже на протяжении долгого времени представлена азербайджанской стороной. Армянская сторона такого однозначного решения заявления не сделала. Опять идут дополнительные разговоры о том, что, возможно, необходимо присоединение третьей так называемой стороны. Нужно это обсудить, нужно об этом подумать. Народ так называемой республики Карабах. Во-первых, слово народ, это немножко неприемлемо в этом обозначении, в том плане, что если этот народ Карабаха, как они говорят, говорит только на армянском языке, пропагандирует культуру Армении, при этом получение виз для этих людей выдается на территории республики Армения, о каком народе можно говорить. При том, по всем, что азербайджанское население оттуда было депортировано и не было ничего сказано о том, что азербайджанское население сперва должно вернуться на эти земли и после этого говорить о третьей стороне. Этих заявлений сделано не было. И, соответственно, опять-таки поговорили и разошлись. И армянская сторона ничего конкретного не предложила. Вот вы упомянули заявление Эльмара Мамедьярова по поводу того, что первый шаг к урегулированию процесса – это незамедлительный вывод войск с азербайджанских территорий. А удастся ли достучаться до армянской стороны? Или это снова переговоры ради переговоров? Да, Эльмара Мамедьярова сделала также такое заявление, что в какой-то роли ничего конкретного достигнуто не было. И переговоры для переговоров – это, на мой взгляд, больше выгодно для самой армянской стороны, что она и делает. Продолжается инициация того, что нужно говорить, нужно встречаться. Но ничего конкретного в конечном итоге не предлагается. Азербайджанская сторона предлагала что? Обмен всех на всех заключенных. Армянская сторона это игнорирует. Были организованы взаимные визиты журналистов, как с Арменией в Азербайджан, так же из Азербайджана в Армению. Это больше идет гуманитарная составляющая урегулирующего процесса, которая подчеркивалась представителями минской группы ОБСЕ во время этой встречи, что процесс гуманитарной интеграции должен происходить более интенсивно, и они это поддерживают. Это, кстати, одна из частей из заявления, которое мне запомнилось, так же по отношению к другим. Эта часть движется. Но для урегулирования, для начала переговора, разрешения урегулирования конфликта, необходимо конкретных действий со стороны Армении. Необходим вывод оккупационных сил. Об этом разговора не идет. При этом, если мы говорим о Нагорном Карабахе, почему армянская сторона игнорирует всеми оккупированных регионов? Почему не идет разговор про эти регионы, что они должны быть освобождены? Это огромная территория, которая сейчас находится под контролем армянских вооруженных сил. Если говорят, что да, режим прекращения огня, который постоянно нарушается армянской стороной, что жертв стало меньше, то не нужно рассчитывать на количество жертв. В жертву они продолжают, имеют место быть. И для того, чтобы их не было, нужно переходить к конкретным действиям. Международному сообществу и, в первую очередь, Минской группе ОГСЕ необходимо поставить также свои условия Республики Армении о том, что не нужно приводить дополнительные доводы о необходимости привлечения третьей стороны, а нужно действовать в рамках переговорного процесса и стараться найти выход. В таком случае у нас получится избежать жертв, и в таком случае конфликт может прийти к какому-либо разрешению. Вот как раз этот момент по поводу того, что главы делегаций стран СОП-председателей позитивно оценили относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения войск. Создается впечатление, что они удовлетворяются этим. Так ли это на самом деле? Как я уже отметила, низкий уровень – это не значит отсутствие жертв. Жертвы продолжают случаться на линии соприкосновения. Причем ведется обстрел мирных жителей, которые живут вблизи прифронтовых регионов Азербайджана. Соответственно, чего они ждут? Они ждут количество жертв. Это должно быть 10, 15, 20, 100 человек. Что должно произойти, что все-таки Минская группа заставила Армению действовать в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты. Вот эти неконструктивные заявления премьер-министра то, что и он работает более на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю. Сейчас к нему подключается его супруга, которая также начинает участвовать в политических действиях, выступать с какими-то заявлениями по этому поводу. При всем при том, что это никаким образом положительно не влияет на урегулирование армяно-азербайджанского и нагорно-карабахского конфликта. Почему нет громких заявлений в отношении Армении? Почему сейчас Пашинян, если он едет куда-то и начинает пропагандировать интересы так называемой республики Арцах, как он это любит говорить, почему сразу не предотвращается вообще проведение таких неконструктивных бесед? Вот на это, на мой взгляд, в первую очередь должно быть уделено активное внимание международного сообщества. И относительно жертв, которые случаются на линии соприкосновения, там также должна быть объективная четкая позиция, что Армения должна перестать нарушать режим прекращения огня, который был достигнут уже давно, но который постоянно нарушается с ее стороны. Анастасия, спасибо вам за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Я напомню, для обсуждения нагорно-карабахского конфликта и заявлений, прозвучавших в Братиславе, к нам в студии присоединилась политический обозреватель Анастасия Лаврина. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова